23 стих Ну все, вот это вот можно уже начать Прочитаем Блаженный Феофилак толкует, что В начале настоящего послания сказал Встречал препятствия даже до ныне Римлянам 1 глава 13 стих Ну да, ну было, встречал А здесь представляет саму причину, которая препятствовала ему прийти к ним Я, говорит, повсюду ходил с проповедью И потому встречал много препятствий То есть я часто намеревался и желал прийти к вам Но всегда встречал препятствия Ну если препятствия встретил народ Божий Который в землю обитованную и шел А народу что нужно было просто заместить Те народы, Гиргисеев, Ивеев и так далее Семь ферезеев, семь народов Которые Господь уже, как говорится, пролил на них чашу гнева своего И в то самое время, когда нечестие достигло своего, так сказать, апогея, своего предела Тут появился народ Божий И именем Господнем, силою Божией Помните, там еще 40 лет водил, как говорят, Бог по пустыне Хотя там не так уж больше водил, как было это наказание За тот самый ропот, которым они роптали на Господа Ну, знаете, как это было все Роптали, а почему роптали? По времени, сколько было от ропота до того времени Как Моисей в терновом кусте увидел несгораемый огонь И услышал голос святого Который сказал Вопль народа моего дошел до слуха моего То есть, только что они вопияли, неимоверно Это как надо так вопиять, чтобы вопль этот дошел до слуха Господня Крепко молились А почему? Потому что страшный фараон обрушил гонения на детей Начали убивать их детей Это было... И причем, ребят, пацанят, мальчишков Девчонок, конечно, выращивали, чтобы себе взять Они пригодятся, девчонки, для другого А этих убивали, чтобы не было воинов у Израиля Потому что, говорит, народ этот сильно могучий становится Как бы он не соединился с врагами и не победили нас Фараон все предусмотрел И какая милость от Господа Посылает человека, причем своего, собственного, гонимого Ну да, вырос он у дочери фараоновой Но какой он вырос, кем он вырос Как он печалился обо всем И вот видим, брат с братом Дерутся стоят Там спорят за что-то Начал один другого притеснять И он говорит, вы же братья Увещевает всего лишь Он же никого не ударил Да, египтянина убил За то, что тот его брата там еврея обидел Я имею ввиду брата еврея, что все братья евреи братья Но здесь-то он примирительным выступил И как уже донесли А ты кто такой? Кто тебя поставил над нами? И вот Господь дарует ему слово свое Все рассказывает Он идет, говорит это Помним эти знамения Десять знамений страшных Которыми фараон был все-таки покорен И я вас подвожу к тому Что надо Какой душой обладать Сегодня как раз было объясновато Я думаю, что душа Именно отца была Вот у всего еврейского народа Практически всего Только что И вот он идет Ну сколько там эти там были Ну в считанные дни И вот они там сколько прошли по пустыне И все Только вышли уже сюда через Черное море Прошли якобы посуху Да еще от целой армии фараоновой уйти Ну вот это если не знать историю Это вообще Воображения не иметь Это Ну да, ушли и ушли А если воображения иметь Вы понимаете? Как от армии можно убежать-то вообще? Да немыслимо от армии убежать С детьми Совсем скотиной со своей Немыслимо Бог такое сотворил И вот то же самое сотворил Господь Для наших душ Мы не имеем права повернуть Говорит Если ты пошел за Христом За плуг взялся Рыло назад Не вороти Как мама говорила Игнатина Рала За рало взялся Что такое? Ну рыл Не вороти У нас пошел За бомб Хорошо сказано И теперь Ну это же всего-навсего Еврейский народ был Один где-то там На какой-то территории Небольшой Палестина ее не видно О Палестине столько разговоров было А потом Карту-то открыли Когда я помню Занятия начались Вообще А сколько это Палестина-то оказывается? Она 120 километров 120 Да смешно Сейчас на машину сел И через час Я уже буду там где надо 120 И вот так вот 200 Все Вся Палестина Весь Израиль уместился Что там эта ладошечка-то На карте Ничего не значит А здесь Благовестие по всему миру По всей вселенной Это сколько народов зацепили Языческих Проповедью Христа Апостолы Весь мир Зацепили Да котам язычники-то Похлеще этих Наверное Гиргисеев И Иусеев были И так далее Ферезеев И они уже подготовлены Все-таки были Не просто как эти Эти-то вообще ничего не знали Тем более Тут еще Такая милость Божия Такая помощь А здесь Помощь Самим благовестникам Была оказана Каждому Я посылаю вас Я посылаю вас Как овец Среди Агнцев Среди волков Как овец Тоже есть Среди волков Агнцев Оно Весомее Слышится Потому что Ну а огненок-то Вообще маленький Овца-то ладно Хоть большая Побежит там Закус где-то Это кого тут Ягненок Он не понимает Куда побежит А вокруг Волки одни Это языческие народы Оглядитесь Друг на друга Посмотрите В лица ваши Ни одного Еврейской национальности Нету Вы все Из волчьего стада Пришли Все мы Язычники Бывшие И Господь Оказал милость Свою Он показал Вам слово Своё И через апостола Павла Еврея Фарисея От фарисеев Как он говорит О себе Из какого Корня он Еще и Книжники Скорее всего Они были И вот Через его слова Которые Дух Святой Запечатлел Печать свою Положил на эти слова Это не просто Сказал Ну это же Апостол Павел Сектанты иногда Могут сказать Нет Это Дух Святой Никогда Пророчества Божьи Не произносились По воле человеческой Но произносили Его святые Божьи человеки Будучи движимы Духом святым Как раз Об этом Здесь говорится И теперь мы Комментарии читаем На это Игнатия Тихоновича Лапкина В России Все заросло тернием От незнания Слова Божия Без проповеди Евангелия Все труды Пастырей Могут Окончиться Ничем Бог ценят Все передвижения Комментарий Они были под водительством Духа Святого И Дух Святой Не послал Не послал Не послал их И ходим И ходил С проповедью А для этого Ему не требовалось Ни храмов Ни колоколов Ни одеяний Ни богослужебных книг Все это придет Намного позже И смело вытеснит Проповедь Вытеснит То единственное Что поставлено Христом Во главу угла Для всех Его верных Учеников Чтобы они Повсюду ходили С проповедью Великой силой Проповеди Они сокрушили Все языческие Божества И капища Силы Евангельской Проповеди Они пробились К умам И сердцам Европы Азии И Африки Потому что Они повсюду Ходили С проповедью Только Евангельская Проповедь В Духе Святом С полным Отвержением Своего себя Может оживить И нашу Россию Может сокрушить Все ереси И заблуждения Все напластования Нововведения Проникшие В Церковь Необходимо Молить Господина Жатвы Что Православной Церкви Наконец-то Появились Духовные Рожденные Свыше Пастыри И чтобы Они повсюду Ходили С проповедью Так Вот видите Сколько Раз Повсюду Ходили С проповедью Говорится Итак Еще раз Читаем Сие Сие Мне препятствовало Павлу Прийти Михаил Тут написано Притом Я старался Благовествовать Не там Где уже было Известно Имя Христова Дабы Не созидать На чужом Основании Но как написано Не имевшие О нем Известия Увидят И не Не слышавшие Узнают Сие-то Много раз И препятствовал Мне Прийти К вам Он понимал Что там Не его Паспорт Нет Он благовествовал Ходил Благовествовал И это Он работал Он трудился Или же препятствием Являлось то Что он понимал Что там Как бы Не его Духовное Чало И что туда Ити там Нет Это Такой аргумент Ставят Кто каноническую Территорию Защищает Что это Нельзя ходить Туда Где это Уже проповедано Слово Божие Как бы так А он Проповедовал Там Где не проповедано Было Слово Божие То есть Люди Жаждали Слово Божие Поэтому Он туда шел То есть Он шел И проповедовал Нет Ему то Что препятствовало Еще раз Вопрос Конкретно Я не могу понять Ну Вот это самое Препятствовало Что он Трудился В благовестии Люди Не просвещены Словом Божием Он шел И проповедовал Вот идет Ему известие Что надо В Македонию Попасть Или еще куда И он Разворачивается И идет туда И благовестствует А что типа Ну Смысл такой Что не вы У меня одни Простите меня У меня много Дел Без вас Для проповеди Ну ты помнишь А тогда Вот На чужом основании Там написано Перед этим Трудиться Тогда как Это увязать Он шел Он шел Нес Слово Божие Людям Он Весть О Христе Нес Тем Кто не знает Еще Вот Камосином Он пишет Послан Они знали Или не знали Они знали Подожди Че ты тут Засуетился Ну-ка сидит Смирно Слушай Что тебе человек говорит Че ты один на друге Как сектант Стоп Тихо Вот сейчас руку Руку не поднимешь Я не дам слово Отвечает Это вопрос Как раз О канонической территории Этот аргумент Ставит Православный О своей канонической территории Что нельзя То есть Один город Один епископ И в основании Оставят Вот этот стих Именно Что Апостол Павел Говорит Что я Так Старался благовествовать Не там Где уже было Известно нам Имя Христова Дабы не созидать На чужом основании Но Стих-то О другом говорится Римляне-то уже Знали Веру Христову И однако Он туда шел И хотел туда прийти Чтобы как Утешиться И Дать им То что Они не знают Может быть То есть Он благовестник Он апостол Это нормальное состояние Что он придет туда Но уже где проповедано Было Слово Божие То есть Он придет К христианам В Рим Сейчас подожди Я дополню брата Немножко Там дальше У нас тут есть еще Старшие братья Которые Дело все в том Что Сколько он благовествовал Времени Это сколько Благовествовал Сколько занимало Благовестие Ты вопросы Задаешь А сам их Знаешь На них Ответ Сколько он учил Ты зачем Выскакиваешь Сейчас дрессировать Тебе буду Слушай внимательно Сколько он проповедовал Когда он собирается Коринфе Сколько там написано Я день и ночь Сколько лет Годами Сколько лет Он день и ночь Что дальше Ты молчишь Говорите Два года Два года Да Начинается Три года Угадал Молодец Вот читать Слово Божие Надо Брат Три года Три И теперь Что дальше Ну что ты Еще опять Будешь вопрос задавать Это то и мешает Три года Он благовествует До конца сидит Вот Игнатий Ильич Сколько он не выезжал Отсюда уже Почему А дрессировать Хочет Чтоб У тебя как от винта Отскакивал А у тебя Че в поисковик набрать Чтоб Библию Че набрать Не поисковик А вот сюда Надо закладывать Вот сюда Через это Через сердце Чтоб ты Отскакивал И тогда ты Такие вопросы Не будешь задавать Все тебе будет понятно Брат объясняет До конца Чуть не объяснил Время немного Затрачило благовестие Не так что Сколько катехизации Сейчас Скажите Игнатию У нас там Крещение началось И катехизация Четыре часа Или два Два раза Занятия По сорок минут А Вот тебе Здравствуйте Простите Это я сильно Дал Два занятия По сорок минут Вся катехизация И что Апостол Павел Сестра Где у нас Наша Родная Дорогая Татьяна Со слезами Она сегодня Говорила Со слезами Вспоминает о лагере Что нету Трудящихся А он Со слезами Учил День и ночь Ты можешь Апостолу Павлу Верить День и ночь Это не просто Это не просто Было Вот так Вот что Там у нас Там сорок минут А для счастья Как-нибудь Помочь Да может Там где-нибудь Как-нибудь Никаких Как-нибудь Со слезами На глазах Чтобы сердце Разрывалось И что Игнатих Сердце Не разрывалось Сколько ушло Ушло От Христа Люди ушли Не от Него А он-то Это все Лучше других знал Еще когда Мы там Пешком Под стол Ходили Сколько уже Уходило Братьев Сестер За 50 человек И совсем За всех Переживания Все А Господь Дает здоровье Как говорится Живее всех Живых еще Уже куда Собрался ехать Через Ла-Манш Под Ла-Манш Помоги Бог И еще куда-нибудь Потом съездить Еще Америка Впереди Но Америка Тяжело Кстати Тут Америка Да не перечисляется А я в ней был Уже Но вы В Южной Это не были И Австралии Не были Так что Батюшка был Австралии Эээ Не там Не тот Говорится Кушачок-то Так что Да Вот тебе как Порядок какой Просто Значит Дальше Я хочу сказать Немножко пораньше Дальше Ты привел Которое Не все Исследовал Еще сказали Только Удержи Язык Своя зла Уста От лукавых Речей Кто хочет Видеть Дни благи Это Памва Сказал Редкий Святой Не Паисий Ты сказал Да Памва Памва Повтори Это Отвечаю За блажен За блаженную Эпилакт Я не отвечаю Это Его Он За Отвечать Будет А Павел Отвечать За то Что Не блаженную Эпилакт А то Что Он Сказал Павел Теперь Относительно Сергея Павловича Брата Нашего Он Вопрос Задал По сути Он Ему Отвечал Прошел По кромке Я Рецензию Он Не до конца Ответил Вы Посмотрите На него Он Прослушал И остался Совершенно В том же Недоумении А на него Уже Шумнули Давнули А он Вопрос По сути Задал Что Сие Препятствовало Конкретно Вы так И не указали С чем Он Занимался Говорили О канонической Территории Сказали Но Что А говорит Он Благовествовал Да как раз Благовествие Это не препятствие Это само Благовествие А благовествие Именно Для благовестия В родительном Поддержании Что препятствовал Вопрос Его Остался Нераскрытым Если Нет Ничего Сказать Я Снова Подниму Руку Попрошу Разрешение Да Давайте Говорить Впереди Говорится О том Что Не на чужом Основании Сел Он Как раз Показал Неиспорченность Своей проповеди Я приезжаю Где-то А у нас Уже батюшка Был Здесь Говорил Вот уже Мы знаем Все это Дело Я никогда Не вторгаюсь С тем Где проповедовали Поэтому Я в церкви Не лезу В ограды Не захожу Я беседую Там На стадионе Собираю людей В клуб Которые Не ходят Ничего Не знают Ко мне Обвинения Претензии Совершенно Мимо летят Они меня Не задевают Я на чужом Основании На чужой Канонической Территории Не бываю Никогда Это моя территория Мне она Вверена Вот она Моя территория Все Если я сейчас Иду к краевой администрации Им никто не говорил А они сюда Два благощинных Приехали Вот На этой скамейке Сидели Два благощинных Барновольский И Горного Алтая Ну Болтайский И пришли Пришли Зачем А вот мы решили Традиционные Религии Все вместе Против сектантства И пойти Губернатору Заявить об этом Что в совет С сектантами Не пойдем Так вот Мы уже все решили Мы сейчас едем Крутальманам Едем к Иудеям Наше заявление дадим Чтобы и они тоже Сектантов не принимали Ни баптистов Никого Они уже Они растудили Так как их учили В семинарии Вот они сидят здесь Вот у меня свидетели Еще Лена тут была Нет И что они решили там Я не знаю Но думаю Что благощинные Без ведома Епископа Губернатору Не пойдут Это закон Канон есть такой И они там решили Что лучшего Мальчика для битья Чем Игнатия Тихонович Лапки Никого нету И поэтому Они говорят Это никто не может Сделать так Губернатору Такую ультимату Поставить Как только вы Но чтобы я поверил Два свидетеля Одному я могу не поверить Я говорю Я вас сразу понял Что вы хотите От меня И я на это пойду Но дальше Ну они довольны Что я пойду Наконец-то Они меня там Голбанут А они выполнят Свое поручение От епископа И останутся Хорошенькие Пухленькие Дома Но тут Получилось не так Я говорю Ребята Дорогие Возлюбленные Братья Давайте С двух сторон Рассудим Рассуждать Карлин Губернатор Ставленник Путина Скажите Отсюда Пойдет он Против Путина Или нет Ну не пойдет Никогда Он не выбранный Здесь Карлин Здесь народ Не выбирал Если Путин Его поставил Он Владимир Владимирович Поперек не пойдет А Владимир Владимирович Путин с патриархом Рядом И идя против Патриархии Он сразу Костя Он никогда На это не пойдет Второе Карлин Это юрист Самого высокого класса Он в составлении Законов В Москве был А раз так Он не пойдет Против Конституции А по Конституции Мы перед властью Все равны Баптистам Хоть дело Не пойдет Что этих возьму Других не возьму Ну и что Тут с этим Я сразу Два пункта А во-вторых Вам идти никуда не надо Идите сидите спокойно И скажите Участвовать мы в этом совете Дорогой Александр Богданович Не будем И не говорите Почему Просто мы отказываемся Чтобы вам не навешали Ирлыки Что вы экстремисты Шовинисты Баптисты на них Уже нас Хорош А двенитисты прекрасные Я их знаю хорошо Вы никого не можете Оттолкнуть А без вас Карлину совет Не нужен Он с сектантами Не будет возиться Я у Карлина был Один там вышел Григорий Армянский И говорит Ну вот выступают Там Ну там Баптисты Новая жизнь Что выступать-то Никого нету Ну в православной церкви Все за них Ну я вышел Я генерал А все отбасал Да Так где генерал-то Помнишь Ты не был там Вот и все Карлин на это Не пойдет Да вы что Он сразу звонит Тут такой Огромный потенциал В этих словах Потенциал Да ребенку Махонькову понятно Что Карлин Юрист Против Конституции Не пойдет И Станик Путина Против не пойдет Все Утром мне звонят Завкафедры Теологии Волобоева Марина Маратовна И знаете Тихоныч Александр Табагданович Отказался от Совета Я говорю Еще раз сказал Он откажется И не будет Совета Никакого не будет Вот и все Надо решать здесь Как у Туза Наша сила Отсидеться Отсидеться Дождать Он сам Наполеон сдохнет Его не надо С ним воевать Даже Бородинского сражения Не надо было Все эти Барклайди Толи Все остались бы живые Вот какое дело И здесь Что мешает Мешает то Что я вхожу В его как бы Это самое гнусное слово Сегодня Каноническая территория Но Павел этим хочет сказать Что моя проповедь Неповрежденная Я с нуля начинаю Вот Я пришел Допустим Ну вот Вот сидит Да на любом На всех вас покажу Которые пришли здесь Через проповедь Через книги мои Что я сел Не на чужой территории Она лежала Спала Вот она лежала Я ходила Говорит Сама не знаю как Блудливая кошка Но тут услышала И как она Вспомнила Взяла книжку Адрес Ползунова И пошла Это все записано В пятнадцатом томе Открытым оком Вот она сидит Рядом Блаженная Нина Неравноапостольная И каждый так скажет Почему Не на чужой территории Это первое А что мне препятствовало Нам говорят препятствовало А то когда там Насеяно Вот где идешь Уже были А у нас батюшка Была Вот мой брат Благовест Допустим Завьялов Народ нормально Ну вдруг все хуже Хуже А кто вы такие Я говорю А что они так часто Спрашивают в начале Там никто не спрашивал А храм уже рядом Ближе к храму И уже вплотную К православному храму подошли Уже с стеной стоят Ничего не надо Ты знаешь Хоть с кем разговариваешь Я гляжу Бабуся Наверное верующая Верующая Я тридцать лет За клиросом Простояла И ты меня учить пришел Я одну бабушку спросил Я говорю А сколько ж тебе лет то А тебе сколько Она на меня Я говорю Мне уже семьдесят два Сопляк ты Мне так приятно стало Понятно что я еще не старый А я видимо девятнадцать с лишним лет И она уже там свечей Пудыш сожгла И она меня будет слушать Я говорю А вот тут Мужчина вышел Грозный такой Прям разговаривать не хотел А кто такой Так это батюшка, батюшка, его за это дело запретили, он выпивать любит батюшка, но он наш батюшка, евангелие он не возьмет, вот и все, если я пришел туда, он мне считает, это не большое препятствие, мне препятствует благовестие что, патриархия, ничто так не препятствует, они не знают, не встречались, ни книги, ничего, но я говорю, так я всех, кто приходит, я направляю в ваш храм, у него это затмение на это, он не видит, это враг, Почему? Он по запаху узнает, и он прав, и мои слова, что я распинаюсь, раскланиваюсь перед ним, даю евангелие, я говорю, мы прошли здесь, 450 новых заветов отдали, а он стоит, умоляет, Игнатий Тихонович, я прошу вас, уезжайте отсюда скорее, уезжайте скорее, то есть уходи от нашей окрестностей, где Бесноватого, если верить это, помните, они убеждали его покинуть-то, я говорю, я уеду, когда надо, отец Роман, меня выгонять не надо, я приехал без вас, и я уеду, Мы пришли к вам, тысячу человек населения, семь иеромонахов тут, и шесть прихожан, батюшку одна и один раз встретили, выходит заспанная, два часа дня, пальцы все прокуренные, ну и что, чего нет сделать, да это до нас были плохие батюшки, вот такой негатив в народе оставили, А после вас-то точно такие же придут, ничего-ничего, тот же пришел, сказал, не вызывай доверия, вещи сдал, вот и все, вот это им препятствовало, вот что нам препятствует, Сережа, удовлетворен? Для чего она так говорила-то? Это проистекает оттуда, это нам и препятствовало, но это не главное было, главное препятствовало то, что нам неизвестно. Господь знал, там на пути будут такие стоять, что тебе никогда не пройти, он сунулся, назад, Павел заглох, опять помолился, опять, назад, он опять, Бог не допустил, вдруг мощью, видением, македонянин, и говорит, приди, помоги к нам, если православные идут ни у кого проповедовать, они молчат, строят монастырь, два монастыря, 1275, и вдруг видение, икона перед ними попла, вот здесь давайте ставьте, 1276 монастырь, видения другие, назначение другое, а Христос один и тот же во веке веков, и я уже начинаю под сомнение брать эти, которые по указанию какому-то ставили монастыри, почему они никогда не сравнивали с тем, что видения были на проповедь, а у вас видением все запечатать проповедь, никого не пускать, монастырь для этого и назначен, самых сильных, крепких поймать, от семьи отлучить, за монастырь и запечатать. Вот Володя сидел, я не знаю, в какой ты, Володя, том-то считал, где он, Володя, а вот он, где там монашеские уставы-то, там заголовок такой, а, это на форуме, монашеские уставы ничем не отличаются от гулаговского устава, от гулаговского, его принимают, три года за стены монастыря не выходить, а у них же были поля, и выходят, и были такие, три года, выпускали только смиренных, у которых нет замечаний, они в хозообслуги, как вот в тюрьме, точно так же, но вот тот только вырвался, очень благослови меня на двор сходить, он туда, тот пошел, бумажки нету, где он, а он утек, ползком через три леса, через лесополосу, и на первый автобус, самое страшное были три часа, если три часа погони не нашла его с собаками, пропал тот, кто за ним бригадир был, теперь этого за шкирку тащат обратно, это все в уставе написано. Древний монастырский устав, если попал туда, все кончилось за тебя, люди не знают, что построили, передачка пришла на общак, не имеешь права взять, и вот они, два брата, разговаривают, спасемся, да как спасешься, а мать рядом живет, ох, мать и любит нас, отца-то нету, ну что, что любит, а Бог? И потихоньку, ночью искрылись, представьте, вдова одна осталась, посыпается, и двух молодых нету, ребят, они молодые, по 17 лет, и она теперь все бросила, и теперь ходит с места на место, вы не видели, где они тут, Филиппа и Никиту? А у них-то имена другие, не Филиппа, не Кита, а там мамбрики и няники, и наконец кто-то подсказал, как они выглядят, какой голос, а ты там-то? И она подошла, и они ее услышали в келье, и она не уходит, она поняла, они здесь, материнское сердце-то подсказало, манкурты где находятся. И вот она теперь тут, вот Кафир, манкурта, мать нашла, его пытается вызвать, а они к настоятелю, настоятелю говорит, ну мать, это, ну мать все-таки так. А они уже его превзошли настоятеля. Мать, ты хочешь, чтобы мы были в раю? Да конечно, дети мои, если ты увидишь наше лицо, то мы в раю уже не будем. Откуда эти уставы, перешагивающие через любовь? Он руку ей подсунул, отвернулся, мать за руку подержалась, упала, наверное, в обморок, уж она молилась, плакала и пошла домой довольная, а сына за руку подержала. А где заповеди любви докармливают родителей? Это все уставы, уставы, это все в житиях. И почему они злобятся на меня? Это то, что я беру оттуда, и у меня в кавычки, кавычки странисты, такая кавычки закрытая, ни одной буквы, они враги житиям, а не я. Я им доказываю, все это показываю, вот житиям, страниста, 45-я, смотри, показываю, введи. Его принимают, ему жить нечем. А у него ребенок 6 лет, неполных. Ну а ребенок, ты согласен отказаться от него? Вот она, венальная сиция. Согласен. Посмотрим. Но ты к нему, чтобы не подходил, не жалел его больше, под носом не подтирал, не кормил и не поил его. А то монастырь берет на себя, и венальная сиция все взяла. Она будет в Европейской конвенции там только относиться. А ты что умеешь делать? Я умею, вообще-то я сапожник. Ну вот сажайся, специально сажать, сажать его, чтобы он был на виду. Пацаненка не кормят. Дадут что-то немножко. Он обовшевел весь, отрепанный, мокрый, дождь. Вот он подходит, папа, папа любящий сидит здесь, но до монастыря папа его был. Теперь он не папа, он манкурт. Он подходит к отцу, заглядывает в глаза, я есть хочу. Глаз не поднимает. А настоятель в это время еще и визжалюзи смотрит. Вот приняли, да. Это настоящий монах. Настоящий. Ничего человеческого в нем нет. Это уже настоящий монах. Его, может быть, потом настоятелем поставить. Лучшего садиста не придумать. Но видят, что не пробирают ребенок. Ребенок плащет, отходит, он не может понять. Это то ли не отец, его опять подойдет. Тятя, тятя, не шевелится. Он с другой стороны обнимет и стукан. Бьет молотком, гвозь закалащивает. Изо рта вытащит гвозь, их поставит. Настоятель говорит, не пробить его так. Знаете, что сделаете? Я придумал. У нас тут река протекает. Сейчас нужно подойти. Скажите моему заместителю, заму. Скажи, нам надоело этот плащ ребенка. Сейчас же он брос в реку. Ну а где чувство любви? Ну, они же добрые монахи. Они даже там сделали загородку за поворотом-то. И сети его поймают ребенка и откачают. Знаешь, твой этот сопливый, он нам до того надоел. Он молиться нам мешает. Ты знаешь, что мы ангельский щен носим? Ангельский щен-то не позволяет человеками-то быть-то. И отец схватил его из берега, в тремнину бросил. Ну и котунь-то и поволокла его там. Ну они там поймали его и откачали. Вот это уже полностью. Дальше еще не надо. Он в жертву принес сына Исаака своего. И они теперь под этот стиль Библию будут подгонять. Но нигде больше Бог ни с кого этого не требовал. Это начало избрания веры. Доказательство, что видны, попраны. Это событие есть в Библии. В самом деле он нож занесся. Ангел говорит, не надо. Убедился. Ну было один раз в мире. А другому говорит, точно та же история, но только они большие пещи там, ну представьте, 11 тысяч мужиков кормить каждый день. Монахов, оно место собрано. Даже дивизия настоящая. Ребенка в печь брось. А печь пылает огнем. Он хватает ребенка и в печь его туда. Да что значит святость? Огонь и угас. А ведь было такое когда-то? Да было ли это? Я не говорю по-библейски события. И это все в древних пятериках записано. И у меня в книгах отображено. Чего они зубами-то на меня скрижещуты? Когда я вел первая программа здесь о крещении неправильном. Настоятель-то выскочил здесь, Войтович-то, ко мне. Провожает Антония Мастельничь, епископа. И ко мне выскочил. Игнатий, да до каких пор вы будете терзать нашу мать церковь? Мать. Во-первых, она мне не мать. А со мной поступает как злобная нерадивая мащиха. 50 лет меня гнобит. А во-вторых, я говорю, как должно делать каноны, которые ты попрал, отец, и тебе отмечать, и он уже на суд ушел. Как сегодня Севастьян взял поправку мне, я ее не считаю важной поправкой. Я не знаю, когда он помер. Мне сказали, когда я вернулся оттуда. Ну, может быть, чуть попозже. Прокурор умер, я дальше говорил. Он говорит, не так было. Но он умер, его нету, Якова Ивановича. Все. Если мы где-то считаем, мы должны абсолютно точно указать, Бог так не повелевает. Ну, правильно, человек-кремень. Я поверил в это. А любовь? Где любовь отцовская? Где эти каноны Гангского собора? Что если оставишь детей ради того, чтобы подвязаться в монастыре, да будешь проклят. Оставил родителей, накормил и ушел. Да будешь проклят. Это соборы. Уже видели, государство распадается. В иных монастырях было по 50 тысяч. И меньше жило, говорят, уже в миру, чем в монастырях. Вообще никого нигде нету. И тогда уже собор собрался и начали самих монах обрезать. А их подряд возьми. До 30-летнего возраста поставят. 6-й селинский собор, 14-15-го правильно. Да будет извержен. И сейчас подряд, да патриархов всех надо извергать. Не крещом три погружения. Кто-то делал так. Извержен. Церкви-то нет практически. Она вся вот под этими канонами. Когда говорят, ну а как же так? Да никак. За 300 лет старобрядцы ни разу не крестили, что в локрой ладошкой. Ни разу и нигде не беспополся никто. Нам не надо ходить куда-то. Рядом природные живут русские патриоты. Старобрядцы. Они другого не знают. Но тот выступает правильно. И мы должны это признать. Ну не веришь, ну сходи на партизанскую. С тобой разговаривать не будет. Сказать обливание сокаянное. Пришпан власть туда скажет. Шпана, а не канянская. Вот так. Ну, если ты не удовлетворен ответом, брат, готов еще вот эти вопросы. У тебя хорошие вопросы полновесные. 23-24 стихи 15-й главы. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. И толкование блаженного феофилакта. Я встречал препятствия потому, что желал проповедовать. Ныне же пишу к вам и иду к вам, потому что нет уже мне дела в этих странах, а не по другой какой-либо причине. И желание, например, снискать у вас славу. Далее, дабы не сказали ему, посещаешь нас кое-как, потому что у тебя нет уже там дела, присоокупливает. Я имею желание к тому с давних лет. Это-то желание я и спешу исполнить. Но дабы они опять не наднились, вообразив, что он имеет желание прийти к нам, как высшим всех прочих. Прибавляет, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. А дабы опять не сказали, он хочет только мимоходом быть у нас, присоокупил. И вы проводите меня туда. То есть, вы сами, увидев необходимость, побуждающий меня отправиться к тем народам, проводите меня. Так что я посещу вас не из презрения к вам, но по необходимости. Поскольку же это оскорбительно для них, то успокаивает их, говоря, наслажусь общением с вами, хотя от счастья. Этим показывает, что желает видеть их из любви к ним, и при том сильно, и почему. Не сказал, увижу, но наслажусь, подражая тому, как родители говорят с детьми. И сказал же, отчасти, то есть, сколько бы времени ни пробыл я у вас, никогда не насыщусь, никогда не наскучит мне общение с вами. Поэтому я доволен буду, если отчасти наслажусь общением с вами. Эх, кто бы с вами-то насладился общением. Я вот как раз об этом и думаю сейчас. Я чуть-чуть подсказать хочу. Вот смотрите, вот у меня Библия эта есть. Чья это Библия? Это моя. Твоя Библия. Это Брюссельская. Ты счастливец, редкую Библию имеешь. Брюссельское издание, и в ней вот здесь 70 стихов, которых в нашей Библии нету, ни патриарша нигде. Тысячу лет печатают у русских Библий, никогда эти стихи не печатали. Это другой список. И стихи-то какие? А? Стихи какие? Да какие стихи. Это третья книга «Ядра», 7 глава, 36 стиха. Я как раз открыл, они здесь скобка даются. Ну что, почитать? Они у меня в книге есть. Да нет, просто знайте. Ну, несколько слов прочитать. Тут идет уже в два, какой стих на самом деле, и какой он есть. Я почему ее и принес? Я ее унес, потом думаю, принесу, покажу. Потому что не все же видели ее. Брюссельское, католическое издание. Это Игорь за труды, которые мы ему готовили свадьбу, и он за эти труды вот эту книгу в Новосибирске мне купил в библейском обществе. Говорит, я, говорит, знаю, что ты библеист, вот тебе, говорит, книга брюссельская, а я прям ее везде искал. Он специально ездил. Это не у кого нет, ни у старобрядцев, ни у кого русских, ни у кого нет. Ни у баптистов, ни у кого нет. Это есть только у католиков. Что, прочитать немного? Ну, немножко прочитать. Вот слушайте. Это тех, которых нету. Да, вот отсюда начинается. А, нет, 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 вот отсюда начинается. Вот здесь. Вот видите, еще сколько? Черное, да? Вот с 35-го. Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда. И теперь стихов, которых нету в нашей Библии. И откроется озеро мучения, а против него место покоя. В будущем. Видна будет печь гиенны, а против не я, рай сладости. И скажет тогда Всевышний пробудившимся народам, Посмотрите и поймите, кого вы отвергли, кому вы не служили, и чьи заповеди вы презрели. Взгляните прямо перед собою, и напротив, там сладость и покой, а тут огонь и мучение. Вот что скажешь ты им в день суда. Этот день таков, что не имеет ни солнца, ни луны, ни звезд, ни облака, ни грома, Ни молнии, ни ветра, ни дождя, ни тумана, ни мрака, ни вечера, ни утра, Ни лета, ни весны, ни жары, ни зимы, ни мороза, ни холода, ни града, ни дождя, ни росы, Ни полдня, ни ночи, ни предрассветных сумрек, ни блеска, ни ясности, Ни света, кроме одного лишь сияния, светлости Всевышнего. Вследствие чего все могут видеть то, что пред ними. Его длительность будет такая же, как седмины лет. Таков суд мой и его порядок. Одному тебе я открыл это. И там еще продолжение очень много. О, да тут много читать. Что, все читать, что ли? Ну, только интересно. Да нет, нет, нет. Это 70 стихов. Они упущены. Когда русские переводили с Синайского мускрипта, Синайский, который Константин Тишиндорф обрел на Синайском полуострове, там не было это. А в Гульгате у них это есть. Там, ну, как по-нашему сказать, страницы были вырваны в оригинале. Ну, не страница, а один люстик. Их нигде нету, но нету и нету. И так и с него снимали. Без этого мы спасемся. Но все-таки интересно, что оно есть. Что интересно, все годы эти, все годы, мне во сне, сон есть сон. С кем-то я разговариваю, я голос говорю, это у вас Библия не полная. Я говорю, у нас полная Библия, у нас 77 книг. А мне голос как бы говорит, но существует, еще там есть дописанное. Я говорю, а что такое? Ну, в свое время узнаешь. Проходит время, опять тоже сон мне говорит. Ты в Библии считаешь, ты знаешь, что там еще есть дописанное, разъясняющее. Я вставлю и говорю, что это у меня за сон такой? Повторяется, я опять Библию изучаю, считаю, ни одной строчки не пропускаю. Начитываю от корки до корки. Начитываю в интернет, выставляю. И оказывается, там не все. Вот так когда я стал составлять симфонии на некадонические книги, вот у меня лежит книга, эти уже стихи были учтены. У меня ее не было. Но Господь дал, что она у меня появилась. Эти стихи я все скопировал, поместил в книгу свою. Ну, все как положено. Но самое главное, что предупреждение и голос неизвестный. Голос как бы голоса, голоса нет. А, говорит, что Библия у нас неполная. Я встану, что ж такое неполная? А уже встану наяву, говорю. Библия неполная, у меня как же так? Я для Библии все сердце освободил. Выходит, я дополнил ее. Надо еще маленько это простать, что если она неполная. И как я что, поверил? И вдруг вижу, что все издается. Семьдесят стихов, а теперь она полная. Притом она ничего мне только разъясняет. Страшный суд в Боге. Больше ничего нет. Ну, а в будущий суд, ну только надо, будет же огонь. А тут будет роса. И тогда будет поставлен человек, вспомни, чадо, ты получил доброе в жизни твое. Он скажет, да у меня памятник не работает. Да у меня склероз, там ни один не скажет. Склерозы все уйдут. И ты вспомнишь по порядку, как ел, пил, гулял. И вдруг кто-то тебя звал в храм Божий, в молитвенное собрание. Ты не пошел. И какая нужда была мне эти быки. Или я, говорю, женился. Да эта жена мне еще поперек будет стоять. Вот так вот надоест. Я не знаю, куда от нее спрятаться теперь. Ей только в одном разрешил. Она дальше наступает, дальше под себя подбирает. Мы дальше видели-то. А я не пойду на брак к сыну, потому что я женился. Я же говорил это. Эти слова-то, когда придут, и все наше вот это бренное житие, житие, как один день у нас на пуговке-то наступил, смерть. Какое твое житие? Житие мое. Он хотел процитировать что-то. Ой, на пуговке-то говорил-то еще. Житие мое. Смерть. Вот такое дело. А тут огонь пылает. И тут рай. Я все потерял. И никогда не возвратить эту землю. Кто-то меня убил, кто-то горло резал. Ну, для Бога это все. Вот Сарафим Саровский это представлял. Он понимал, вся комната вся, наполнена одними червями. И все до одного тебя грызут во всех направлениях. Ну, немножко, чадом. И всего лишь сто лет только. Но стоит претерпеть. Вот это я понимаю вера. Он реально это видел. Он ощущал это. И понимал. Временное страдание, кратковременное. Ничто в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Павел об этом говорит. А тут в развернутой картине. Как Бог будет говорить. Как люди будут переживать. Да ее нельзя книгу читать. Прочитал три стиха. Ну, и теперь три месяца плач только. Следующий прочитал. И опять становись на колени и рыдаю. И где это все? У, дожить надо так, чтобы обернулся гора пустых бутылок и голых баб. Все? И больше тебе ничего не надо? И вот. Да это как раз тебя сжечь будет. Ты будешь сжигаем похоть и невыполнимой. Это все будет. Почему-то говорят, страсть в человеке остается, а выполнить ее нельзя. И от этого человек еще более будет страдать. Даже там. Забвения не будет, да оно вспомнишь это твое. Вот и все. Ну, если ты верующий, так ну, все остальное, какое значение имеет в этой жизни-то? Я сейчас вот сегодня рассказывал, как там Кемеровская епархия эти. Марткуртов просто наплодили. Они воюют. Господи, да слава тебе. Это люди благо дают. А потом подумаешь, а что же им-то будет? Вот это на меня напустилось там потеряю. Господи, помилуй ее. Она не знает, что делать. Мне благо. Она меня поносит. Мне благо от Бога. А что ей? Она через забором, она где-то вне закона Божия идет. К батюшке пришла, спрашивает разрешение на развод официально из церковного. Батюшка, нет такого у нас права разводить? Никакого. Вот тебе изменял муж? Да нет, не изменял. Где-то с кем-то переписывался. Ну, переписку никто в обвинение-то не ставит никогда. Говорится. Все как в процессе погружения. Если этого нету, то и на поверхности плавал. Ничего и нету. А ты умирала. Самое-то главное. Наказание растет в детях, которых направила на отца. А дети, злословище отца, написано прокляты. Она ничего не понимает. И дети сейчас растут. Пару слов, Миша, расскажи, какая ситуация в семейной жизни была. Относительно вот этого момента. Мать-то как поняла? Ну, у меня была почти такая же ситуация, как у Игоря. Шесть лет, в общем, это... Ну, в общем, жена, теща, у меня детей забрали, по сути дела. Ну, то есть не разрешали в церковь водить их. И общение под контролем было. Сколько детей? Двое. Ну, и вот, и все. Я не буду много говорить. Просто, когда они выросли, они ей доказали, что она была неправа. То есть они пошли против нее. Она им просто это... Она поняла, что это ее грех. Что она... Теперь она учится всем другому. Она говорит, что от мужа не уходить. Как бы там ни было, жить с мужем. И сейчас она уже у меня спрашивает, что и как. Советуется. В общем, ситуация изменилась. Но и это сделал Господь честь детей. А у нее пятеро. Пять девчонок. А Игорь видел во сне, первая Нюрка потеряется. Такая... Она даже кататься на коньках, она не будет. Она просто... Она крутанется. Батюшка говорит, посмотри, какая она. Она артистская. Она броская в глаза, девчонка такая. Она потеряется там, куда поедет. И он во сне, отец ее уже видел такое. Я вам могу представить просто... Не просто, а живьем. Человек, который показывает, как нужно разводиться правильно. Жена против. Он ни разу не поколотил ничего. Она говорит, что там сломала. Другой замок. Ничего нет. Дети... Ребенок кормить надо. И он с ней за элементы не делал. Он сразу... Он подписал ей, работает, а получать не ходит. А получает все. Я правильно понял? Ну, это... Понятно? Это вы найдите сегодня. Третий год. А? Третий год. Да? И все. А как же ты живешь? Ну, где-то что-то подрабатываешь. Он немного что-то требует. А она просто получает все, что он зарабатывает. Ни один, ни два, сто процентов. И она стала меняться характером своим. Нам что где-то искать, а? Я хочу добавить, Игнатий. Ну, ну. Может, я не так поправлю? Нет. Все правильно. Я... У меня была сильная обида на нее. Что детей оторвало от Бога, от всего. Я унывал, тосковал. Долго, годами это даже длилось, в общем-то. Но потом я понял, что я не прав. Мне надо благодарить Бога за нее. И когда я стал благодарить Бога за нее, и тогда ситуация стала меняться. И сначала я не совсем искренне это делал, ну, а сейчас уже искренне все это. Я все время Глушкову говорю, а она потому, может, такая, что ты такой? Ты будешь другой? Я тебе советую только одну, охапку сена, больше ничего. А для чего? Ну, не жевать, конечно, не проглотишь ты ее. Телефон. А только возьми в сторону, куда-нибудь корову, чтобы на колене остановиться семь раз в день, молиться. Вот так. Говори. Я сейчас вам почитаю еще немножко из этих. 88-й. Что же касается тех, кто сохранил путь Всевышнего? Повторите. У дел их по разлучению с тленным сосудом будет следующий. И вот тут бы раз и многоточие есть. А дальше мы не знаем ничего. Ну, еще продолжение есть. Вы хотите узнать, что будет с теми, кто угодит? Ни один сектант же не знает. Ну, там у груди Христа пребывает. А вот слушайте внимательно. Я вас так подготавливаю, чтобы интересно было. Во время, 89-й стих, которого не в скобках 89-й, то есть это еще идет то, чего нет в Библии. Во время пребывания в нем они с трудностями служили Всевышнему и каждый час подвергались опасностям, лишь бы всецело сохранить закон законодателя с большой буквы. Поэтому приговор о них будет такой. Ну, ладно. Я хотел сказать, вот нам говорят, вас мало. Вот уже одну душу я приобрел, сейчас пошел бы. Быль мою, ее не будет. В смысле? А почему? Потому что, ну, а у вас помещаться можно. Можно, но только для своих, которых мы знаем, которые уверовали. Нужно, чтобы человек уверовал сначала во Христа. Христа впустил свою жизнь. Она молчает. Я дальше поясняю. Так любой же охрам открытый, пойдите вам, как разница-то. Вынестерковный человек. А там любого, лишь бы деньги только были. Вот мы потерявку строим. Там даже есть фильм о нас снимать. На мотоцикле приезжают люди. Ребенка покрестить. Никого нет. Но сначала нужно, чтобы человек обратился. Обратился. А другой подходит. Да бросьте с ними тут сектанты какие-то. Вот батюшка там, он любого покрестся хоть днем, хоть ночью. Паша, деньги-то есть, есть. Поехали. Все. Мы людей ведем к царству небесное, а тот, который двери-то открыты везде, у него там никого нету. Он на стороне стоит. У него щит вот такой вот, дорога развивается. Вот так вот. И стоит священник в форме, все и написано. Освящаю авто с гарантией. И все это, на развилке стоит, значит, заубежно, а именно Марка, сколько стоит авто с гарантией. Все. У нас нет никакой гарантии у православных. Вот сейчас умер Панин, слышали, такой артист был. Выявляется как. Он перед этим только выступил в газете «Известь аргументы и факты». Интервью давал и говорит, я язычник. Я не верю ни в Бога, ни во что не верю. И тот, друг, погибает. И его отпевает Денис, сын Золотухина. А, не его, а там другой отпевает, а то он этого отпевает. Этот ради папы просит извинения. А там какой-то священник и отпевает, почему? А я сердцем почувствовал от него какая-то там, может, энергетика, что он хрещеный был. Как он, когда он сказал не верит, как он мог хрещеный? Язычник, он не хрещеный. Никаких. А монах для чего переехал с Греции. Да тот такой же, как ты. А тогда артисты ставили, зачем тогда колонию прощают? Колобродит Бог и все. Ну, я московской патриархии, я верный ей. Конечно, ты верный. Ты для того и поставил, чтобы до конца добить ее. Чтобы она этот труп даже не продавал признакам жизни. Какие стервятики поселились на этом трупе? Ну, а почему ты там находишься? Я верующий, я верю, что Бог силен, оживите мертвецарху. Вот почему. А живут ли кости сии? Вдохни, Дух Божий, оживут. Соединятся члены. Я свидетель этому. Нам только кажется, что не принимает нас никто. Это не так. Ты помнишь, в прошлом раз говорили об этом? Наш епископ Ифихий, когда сказал где-то, такое пробуждение в России, духовное. Я возьми, да скажи, говорю, где оно пробуждение-то? Где вы увидели-то? Когда страна погибает. Ну, как, где? А ваша община? Потеряю-ка. Потеряю-ка сию. Понимаешь? Наша вот эта молекула, скажем так, амеба. И он ее так считает, это оживутворение всей России. Я подумал, чего-то стоит это. Такое мнение у епископа. А как будто бы он молчит. А на самом деле он высоко нас ценит. Кто знает Войтовича, встречался раньше? Знаешь? Знаете? И он всегда меня преследовал. Но если узнавал где-то, я там доказывал. Меня арестовали. А потом я явился. Он мне выговорит сначала. Ну, зачем мне дать? Ну, все равно, это сейчас власть такая, не надо. А потом посидит. А все-таки наша победила. Он меня давит, но он себя считает не с ними, а со мной. Пасхальная ночь. И я вышел, и люди спрашивают, я ответил. И тут сразу... А те в машине милиции две машины большие. Это, ну, Рафики раньше были, назывались как Газель. Они меня пригласили, я зашел. И был там до самого конца. Ну, больше, наверное, двух часов. Милиция, они выходят, дружинники выходят. Я до утра. Я в полной охране был. А настоятельно сразу доложили. Арестовали не из нет. А я пришел. И он уже все знает. Ну, еще что-то так. Ведь могли арестовать. Могли. Посидел малейка. А все-таки победа на нашей стороне. Понятно? Поэтому внутри-то он не такой. Я за него молюсь. Господи, упокой его душу. Он другой. Он не выстоял перед этой властью. Связался тем более что-то. Он ехал где-то и на машине придавил джеченку. И, видать, крепко придавил. Но она осталась живая. Он говорит, ну она же живая. И он-то сюда не доводить. Он каждый месяц там, ну, платил сколько надо ребенка. И дальше продолжал платить. Он седой-то не. В 23 года уже был как лунь белый-то. Вот и все. И у него сколько своих переживаний было. Я-то видел только одного, кто препятствует благовествовать. Кто преследует занимающихся словом Божьего. На нас в списке милицию подат. Да забудь это все. Он меня в тюрьме прищищал. Вот самое главное. Я это выставляю на первый план. Он такой для меня хороший. Ну ты найди что-то даже в разведенном состоянии. И скажи, какая она хорошая. А чем она хорошая? Да вовремя меня набросила. Что бы у меня сейчас с ней было-то? Что бы я с ней делал-то? Я верю, что она не... Она вовремя меня оставила. Какая она у меня хорошая была. Разобралась во мне. Ну найди что-то такое, чтобы душа дрогнула. Продолжим. 25-26 стихи. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония хая усерствует некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Толкование. Феофилактов архиепискому болгарскому. Выши дал обещание прийти к ним. Между тем ему нужно было еще промедлить. Поэтому, дабы не подумали, что смеется над ними, высказывает причину, по которой медлит. И говорит, иду я в Иерусалим, чтобы послужить святым. Не сказал, неся с собой милостыню, но, чтобы послужить, дабы узнали мы, как высоко, кем совершается и как важно это. Через это увещевает еще римлян к милостыни. Ибо, когда говорит Македония и Ахая усерствуют и так далее, то влагает в них ревность подражать им. Слово усерствуют, употреблено, вместо захотели, признали, за благо послать некоторое подаяние. Так, то есть подаяние, называют милостыню везде, как прибыль общую и дающих, и принимающих. Сказал, некоторое, вместо малое, дабы не показалось римлянам, будто укоряет их, как скупых и нещедрых. Святым, говорит, то есть верным, так что они достойны сугубого сожаления. Во-первых, по нищете, а во-вторых, по добродетели. Что, нет вопросов у тебя никакого? Нет, по-ранешнему было. У меня вот вопрос такой. Ну, я так понимаю, что раз он отделяет Македонию от римлян, а Македония, вот Ахая, потрудились, то есть какую-то милость ему дали. А римляне что, не давали или, может, они уже дали? Или как? Ахая проставилась с тем, что первая дала, начатками являлась, и дала больше, чем остальные. Зачем же этот вот директор библейского общества был здесь, Булатов Алексей Владимирович? И он говорит, где ездит? Я говорю, сейчас везде о вас рассказываю. Вы у меня вышли на первое место среди тех, кто помогает библейскому обществу. Ну, мы сделали серьезные сборы денег, средств на перевозчиков. Там аппаратуры не было. Вот апостол Павел это говорит, да и должники они, если они послужили нам в духовном великое дело, если мы в плотском поможем. Это надо к этому склониться просто. Помогали все. Я тут другое думаю. Павел говорит, чтобы помочь нуждающимся святым в Иерусалиме. Почему никто на слово святое не претендовал? А оно естественно было, и никто не обижался. А где? Говорят, да у нас собрание святых сегодня было. Вот сейчас. Знаете, как православные взъедутся? Какие святые? Это вот вы сидели, а один спал. И половина собрания проспала. Разбуди соседку там. Толпи ее. Она-то собрание не всегда ее. Вот. Нужно научиться быть благодарными Богу. И славить его за звание. Избранным святым. Православные вообще-то не понимают. Грешные, многогрешные, якось свинья в колу. Это наше. Для чушек этого достаточно. А что избранные святые? А о ком же это он говорит? Да говорит-то тем, у которых такое блудо деяние, которое у язычников даже нет. А искупленное кровью Христовую. И поэтому так и надо говорить. Меня и очень часто искушали и ловили. А как вы считаете, дух святой касается таких, как баптисты? Других-то не знали никого. Сейчас много разных названий-то. И ждут. Что я скажу? Я знаю, что я себе скажу нет. Но это хорошо. Ты хорошо ответил, что нет. Иеретики проклятые. Но они дальше будут спрашивать. А как же к ним ходили наркоманы? Перестали колоться. Дальше я должен говорить. Это только сатана может так делать. Ну. Как я устарабляться, библию знаю. Это ему сатана библию дал так знать. Все на сатану. Еще в мозге не вмещается. Я говорю, да, дух святой касается их всех. Да вы что, это у баптистов? Ну, конечно. Никто не назовет Господа, как только духом святым. Дух святой он побудил. И тогда, тогда становится на место. Наркоманы у них обращаются и прочее. Это от духа святого. Но они не церкви. Мне сектанты, говорящие, все принимают, кроме одного. Вот этого, что они не церковь. Ну, как же, ну. Да для Бога какая разница, здесь молишься или в тайге. Так я не об этом говорю, не о молитве. А устройстве, которое Бог сделал. Ну, давайте мы скажем так. Что луна должна светить днем, а солнце ночью. Мы можем сделать это? А зачем это? Ну, я и спрашиваю. Зачем это? Ну, Бог установил. Что вода течет вниз, а дым поднимается вверх. Я пиши, как говорю. Зачем нам и чамкать языком? Зачем? Зачем? Да Бог так установил. Где нет рукоположенного, где Деяние 14-23. Титу 1-5. Я тебе буду называть места, где недоконченное. Евреям 7-7. Без всякого прикосновения меньше благословляется Божьим. Ваших-то приседеров, кто руку полагал? Откуда они благодать имеют? Они думают так. Я вот сейчас молюсь. Какая-то бабенка стоит там в одних трусах. Это шорты называются. И все у нее такой же дух святой кукол. А кто такой златоуст? И разные жены там майорны. Каких только не называют. Ни одного святого имени нет. Намерно все отвергли. Притом в течение года, кажется, один только раз у одного встретил. Он сослался на святого златоуста. Но он такой, видать, еще недавно пришел к ним. Не до конца добитый, отравленный. И вот разные-разные. Дерексы там пересчисляют. Полфи. И какого-то там. Ошерф, Ошерф. Там не выживут. Ни одного святого отца нигде нет. А почему? А там не отвергли все. Так это никого не судишь. Вы осудили 1700 лет христианской церкви. А значит, если вы их не осудили. Да, конечно, были как православные. Но вот вы потом и осудили. Церкви не было, по-вашему. А Христос говорит, во все дни до скончания. Ведь это доказывать даже не надо. А почему? Ему не дано. Я после первого-второго разумления отвращаюсь потихоньку назад и больше ему ничего не говорю. Не надо. Да он не согласен. Он пишет мне одно, второе, третье, пятое, десятое письмо. Пятнадцать писем подряд. Я все равно не отвечу. А другая говорит, заходит. А вот вы не знали, что не отвечает. Он считает, еретикам нельзя отвечать после первого-второго. Тот заглох, наконец. Все. А что я буду отвечать? Я тебе открыл истину. Открыл страницу. Я тебе дал материал. Вот вам кажется, я спорю? Я вообще никогда в жизни не спорил. Для людей до того это странно. Как? Это вы не спорили? Да сколько раз со мной спорили? Да нет, ни разу. Испомни, назови мне, в чем я с тобой спорил? Если я тебе говорил, вот дорога дожедем, ты допустим, возникает. Вот этот вот отрок, я конкретно говорю. И начинает, он легко заходит на хамство прямо. Я говорю, давай так. Вот с нами ездил брат Михаил Кальмаров. Он мог бы так поступить, разговаривать со мной, как ты. Задавал такие вопросы? Он макает головой. Именно так. Я не беру где-то там златоус или кто-то. Вот он рядом. Он пришел даже, может, позже твоего. Он никогда этого не... Он не может это сказать. Это не его природа. Второе. Он, когда мы бываем там, я гляжу, он такой веселый, что-то. Ну, а я все тут тру морковку, с шторожей. Я даже при луне тру морковку, чтобы накормить этого шофера, чтобы глаза хорошо видели. Только я отошел к Михаилу Михайловичу. Он ко мне подходит. Говорю, до того, Игнатич, я рад, что я попал с вами в это путешествие. Как многому я научился. Как экономить время. Как это все строго. Все знают свое место. Пройдет день еще, он опять потихоньку, когда никого нет рядом, подойдет. И мне потихоньку. До чего я рад-то? Я говорю, ты ни разу не подошел. Я тоже человек, и мне это приятно слышать. Я отдаю ей весь опыт, как подниматься, как вставать, какие утренние молитвы. Это в пути. Представь. Патриоты такие. Игорь дает. Дорогой давайте спать не будем. Ну, шофера по степи меняется и все. Я говорю, это не пойдет. Будем спать 4 часа. Полностью вся машина. И мы где-то на заправке, в сторону, под фонарь и стоим. Мы в 10 заканчиваем, в 2 часа уже поехали. В 2 часа. У нас получилось каждый день по 1030 километров. 50 тысяч вверх со 100 километров позади. Вот тебе пример. Так а что ты его хвалишь в глаза? Ну, я просто делаю пример в одном. Я другой это не знаю. Я его тоже мало знаю. Но то, что знаю, да. Издалека из Тимиртау привез ребятишек в лагерь. И привез ребятишек не своих. На него похожие. Самое лучшее поведение в лагере было. Не замечание, ничего. Как маленькие старички. Все делают. Играют. Веселые. Вообще, как будто бы 5 раз у нас в лагере были. Я не знаю, собираются, нет? Пока вопрос под вопросом стоит. С деньгами. С деньгами вообще. Далеко очень. Ну, сейчас там Кемеровская область. Закупанность. Вот пример. Вот он уезжает сегодня. И сколько мы хорошего услышали. Дал сведения. Который он дальше говорил. Разговаривает с Таштаголом другом. Это все он записал на это. И все уже в интернете я выстоял. Весь разговор. Да чистый такой разговор. А третий разговор. Он у него не получился. Он что-то там заелый или что. Не знаю. Кнопка там. Давай. Скажи. Я не я говорил. Игорь, можно? Да. У меня вопрос о любви. Традиционный. Нежности. Ну, я тут вот у нас слышала. Кто-то сказал. Сейчас уже не помню кто сказал. О любви вопрос. Муж и жена выходят из дома. Муж ей говорит. Дура, ты что так оделась? Холодно. Вернись домой. Оденься. Поступил он по любви или нет? Муж говорит. Тихо, тихо, тихо. Не кричит. Не кричит. Не кричит. Не кричит. Муж говорит. Дура, ты вышла. Оделась. На улице холодно, а ты оделась. Не оделась. По любви поступила. По любви. По любви. По любви. Из дома выходит муж с женой. Все начиналось в доме. Запомните. Это не вышел муж сразу. Она только поймалась. Он тут же. Дура, ты там и кинулся. Нет. Это все началось еще с вечера. Это воскресный день был? Не знаю. Не знаешь? В церковь они шли? Не знаю. И если бы в церковь шли, это было. И я мог бы согласиться. Я думаю, вполне. Началось с пятницы еще вечера. Это все. И вот это вот апогеи уже. Все. Когда его вывели, и он вышел, это уже вышел не муж. Это вышел разъяренный бык. Который только и сказал, дура, и даже ни разу не ударил. Он православный. Или баптист. То есть он поступил по любви, да? Да, конечно. С нежностью еще. И с нежностью даже. На своем настроении. На своем настроении. Она захотела быть ей. Хочу сказать. Да, пожалуйста. Мужик на рыбалке был. Ну, такой большой стол. И щелка вот сюда вот так смотрится. И вот сюда, и весь стол с щуками завален-то. Я так и опешил. Вот это рыба. А она сидит, хозяйка. Ой-ой-ой. Да лучше бы он бухал. Как люди. Ведь каждый раз на рыбалку. Я замучилась. Ну, нашлась подружка, которая подсказала ей. Так что? Да это все время, говорит, на рыбалке. Тот напьется. Бывает, вот пропустит воскресенье. Бывает. А тот вообще не бывает. Все неделю ждет, там с Настей своей намажет. Какие-то мормышки, какие-то мотыли там придумывает. Ей научили как. Дали бутылок кислоты. Ты где там лески, все, залей кислоты. Нож-то возьми. Да там все поизрежь. Сапоги, да все и выкинь. Ну, она все так и сделала. Сапоги порезала. Рюкзак. С утра. С балкона выкинула. И потихоньку подошла. Время-то это уже пятый час. К пятому часу. И улыбнулась, и прильнула к его плечу тепленький. А дальше написано. Я стала жить ровно полчаса. Он не православный, не баптист. Ну, какие-нибудь есть у кого-то? Ну, вот, давайте. А я помню, мы когда с мужем жили, еще молодые, да? Были. И, ну, мы вышли тоже. Вот такой же момент. Мы с ним вышли, а было холодно. А те зимы, когда мы поженились, было почему-то холодно. И вот мы идем, я говорю, ой, замерзла. На остановке стою и в его финских сапожках, которые мне купил. И подпрыгиваю. А там капроновая. Он говорит, вот дура, вырядилась. Меня так вот и обозвал. Вот дура, вырядилась. Но он меня любил. А я на него нисколько не обиделась. Он ко мне по любви сказал. Он меня, жалеючи, обозвал дура, что ты что делаешь-то с собой. Надо же смотреть. Да. И я на него нисколько не обиделась. Хотя, ну, мы еще только поженились. И я не видела, чтобы это было не без любви. Мне бы чужой-то сказал. Да и вышло, да и вышло. Да замерзай. Это твое дело. А я ему не безразлично. Я считаю, из любви он мне сказал. Ну, мы же прекрасно. Мы говорим о верующих. А, уже о верующих. Конечно. А это не было, скажем же. Какая разница? Я хочу сказать, Мадя. Начинает. Мужик вышел с ней. Ну, он ее любит, как же. Любит такую, какую на там площадке первый раз встретили. Вышли, морозяка такой-то. Она вот как раз в капронщике. Он посмотрел и подумал, да, действительно, она любит есть. А что посмотреть? Ну, и людям показать. А другой, как только увидел, что такая, он взял ее за руку. Бегом домой, сейчас же дура вырядилась тут. Кому ты нужна? Все. И вопрос стоит, кто кого любит? И как второй? Того мужика такого-то поискать надо. Второго. Мастер на все руки. Такую жену, болящую аптеку, любит. За что? Да. И ты скажи, прости меня, я подумала не так. Сегодня же ты минус 77 раз поцеловала его за вечер. Так, теперь можно рассказать? О, ну, конечно. Матфея, пятая глава, 22 стих. Кто скажет безумный, подлежит гиене ухода. Эй, эй, эй. Конечно. Как же не без этого? В первом томе Игнатий Иванович. Она уже все сказала, да? Уже все нормально. Ай, поймала, поймала. Подловила. Я выписала специально. Ну, конечно. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжелым гиене ухода. Но кто лишает брата разума и смысла, поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. И с прекращением любви уничтожается и все добродетели любви. Посему справедливо подлежит гиене ухода. Надюша, это не тот случай. Как раз говорится о любви. Он сказал, тот не по любви, чтобы унизить брата. Унизить. А этот, наоборот, делает по любви к своей второй половине. Это его тело. Он за тело свое борется. Куда ты прилепил вот эти слова? Если нельзя слова, тогда написано, подожжайте Христу. А Христос говорит, безумные слепые, неоднократно говорит. Зачем Христос говорил эти слова? Можно еще вопрос? Подожди, стой, подожди. Я думаю, Игорь, не надо давать ей больше слова. Надо 88 раз сановить его. Да, я уже видел. Уже пошла. У ней разнос постоянный. Так, одно только. Ты поняла или нет, что тебе сейчас сказали? Я не признаю, что вы. Все. Достаточно. Поняла? Не признаю. Выпускай дальше. Следующие места еще. А почему она не поняла? А ну давайте тогда. А почему не поняла-то? Ну муж ее обидел и должен его. Потому что есть другие варианты. Почему нельзя было сказать своей жене, иди оденься, я тебя подожду. Так, только так, я тебе отвечу. Вот сидят, ну там написано столом-то. Здесь сидит Алла Борисовна, ты знаешь, что такая? Кукачева, с мужским голосом прокурором. А там стоит борец за народное счастье Владимир Вольфович. Знаешь, кто это? И она, между ними дебата, она сидит, а он стоит там. И она говорит, вот я хочу спросить вас, Владимир Вольфович, вот вы такой хам, везде кричите, у вас что это, природное такое? Или вам это все там свыше разрешают? Он стоит, слушает. Ну понятно, что она уже на рогах у него болтается. Она не рассчитала, не села ничего, он дальше начинает ее крошить на мелкое. А ведущий там Соловьев говорит, Алла Борисовна, вы сказали все, это его время. Она срывается на мужика, видно, что не битая, перед ней галки эти летали, она никого не увидала. И дальше он ей рассказывает, я такой, как есть, и меня таким принимаете. Мне под язык надо залазить, как Николаю Валентиновичу. Он такой, как есть, ты прийми, такой, как есть. А его слова все поверни теперь на добро. В любви к тебе, он тебя взял. Он тебя любит, он тебя довел. Ты больная, он тебя возит. Что тебе еще надо? Я вообще, вот к этому случаю, никакого отношения лично я не имею. Вообще, это я сказала про друг друга. Я не скажу, мне хорошо отвечать. Она, это не она. Так, заметь, вот он ухаживает, где Володя, за Михаилом тут задним. А у него была Римма какая-то, первая жена. Ну, это я не знаю, какая, не первая, последняя, никакой теперь нету. Вот. Ну, и он уверовал, у баптистов был. А работал что-то в КГБ, ну, там, шофер или кто-то. Не пьет. Богатырь, медалями стена по поднятию тяжести. Представь себе где-то. Она как узнала, что он верующий к баптистам. Она, родища, 67 собиралась. Она ушла. Ее, говорит, баба, спрашивает там на работе. А, что, запился, наверное, мужик? Да нет, в рот не берет. В рот не берет? Так он что, больной урод? Какой урод, говорит? Он одной рукой поднимает, говорит, двоих человек, говорит, вот так трясет, опускает. Два человека, два мужика. Так, а в чем дело? Наверное, все пропевает или дает, любовницу завел? Да никого нет у него, я сказала. А в чем дело? Да же баптистом стал. А к тебе как это относится? Как? Так он же баптистом стал. Он с тобой не спит, там, мужские, говорится, должности не исполняют. Петушина нет, исполняет. Все как положено. А в чем дело? Да дура ты, Рима. И эта дура к ней пристала на всю жизнь. Дура. Такого мужика ты за бриллианты не купишь. Работает. Сильный. А что тебе надо? Самый сильный на земле был Самсон. Самый красивый кто был? Самсон. У него кудры были, какие были. Самый знатный судья всего Израиля. Чего не хватало? Предала на коленях его. Вызнала его и лишила очей. Это самая ненадежная дружба с женщиной, когда она неверующая. Лучше он там на углу крыши прижаться. Со злой медвеницей, которая на меня нападать будет и пятиться некуда. Огрешенные детей, чем злой женой в одном доме жить. Не вылазь с этими словами. Нехорошее будет наследие. Нельзя этого делать. Ты наоборот, Николай, скажи, глупая, я дура, я дура, я дура. Куда я вылезу с этим вопросом? Ты сама себе это скажи. Я тут ни при чем. Решенная рассудка. Такого мужа, у которого мужей нет, ты не представляешь даже. Они во сне даже не винали, как твой муж. Она не поняла, чтобы вопрос задала. Игнатий Иванович, она хотела так, чтобы... Вот она задала этот вопрос, и все сказали, ууу, какой нехороший этот мужчина. Он неправильно поступил. Бедная женщина испытала такой позор. Я тебе еще раз говорю. Ты ничего не знаешь, я уже так смотрю. Ты вот так вот только ограду увидела, высунулась одна головка. И отрубленная вот так вот гусеничка, и все. А какой там у ней хвост уже, какой там жало скорпионе. Ты это ничего не видишь. Все произошло в доме. Я тебе еще раз говорю, в дом попробуй загляни. Вот тебе дом 2 вот там вот есть. Смотри на этот ганюшник. Насмотрись как следует, раз не видела. Посмотри там бородины там всякие эти. Лазают эти вертихвостки. Посмотри, чем они там занимаются. И это ты просто вершину айсберга увидела, по которой титаник прорезался. А сейчас это инопланетяне луч какой-то пустили. Ну айсберг плывет. Ну куда ты прешь, дура? Ну я имею ввиду титаник. Это огромная дура. Конечно, лучше не говорить это слово дура. Ну да. Если оно было, мы его объясняем. Да. Нельзя его ставить тем словам, которые Христос сказал. Там объяснено о любви. Что во имя любви ты погасил этим словом. Что у него ума нету. Безумно. И мне кажется уже, что мне кажется, я сто процентов говорю, именно так. Потому что я сам в этом неоднократно участвовал в процессе. От избытка чувств, уже уста говорят, от избытка. Ты в доме говоришь уже сто пятьдесятый раз. А при тебе натягивают эти колготки. Я вам тебе расскажу уже, как натягивают сначала. Сначала он его носочек. Я это все знаю. Натянули. Вот так подпригнули. Я говорю, там минус десять. Никто тебя не слушает. Пошли. Налили чаю, кофе там выпили. Теперь она проходит. Теперь она начинает кофточки примерять. А дело, нормальное дело. О, нормальное. Нормальное? Вот. Тебе тоненькую надо теперь натянуть. Я говорю, ты что делаешь-то? Там минус десять. Много знаешь ты. А при чем сама спрашивает в начале. Сколько это температура? Минус десять. И начинается это. И теперь я уже выхожу. И вот оно появляется, создание. Инфемерное. И что у меня только возникает? Я не один раз ей сказал, оденься нормально. И уже примеры привел всякие, бедлейские. И с нежностью, и ласково, и всякое. Может тебе шоколадочку, может тот. Вот, читай. Ты немощный шоссуд, сама-то. Что там муж? Муж у тебя объелся груш, понятно, для тебя. Да ладно, все, не надо. Продолжай. Да, по времени все уже. Надюша, у тебя муж хороший. Очень хороший. Замечательный муж. Прекрасный. Прекрасный, Селенин. Вы можете серьезно задал вопрос, просто вот так, по балагуре. Нет, она не просто его мужа, она про другую. Не важно в других, она сама-то, может побыли, она и горящего еще так и не принесет нам в дорогу. Она нас засыпет буквально. И в ней доброты-то море в одной. Но умнее, что, она добрая. Это только на поле. Да, Господи понимает. Хороший. Так, вы, это, уже все закончили? Кто будет молиться-то? Вы, Игнатий. Вы, Игнатий. Давайте, Игнатий Игорь, помолитесь. Боже, милость, будь мне грешен. И с удавами, Господи, помилуй меня. Бесчиславе, если грешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Замолитесь, если ты хотес, наше, Господи Иисусе Христе, Сыне, Боже, и помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю Души Истины, иже везде Сыне, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, явные очистенные от всяких скверно и спаси блаже души наша. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресной во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и ссыли немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков, аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яхо на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яхо же, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом, и во Твое царство, сила и слава во веки, аминь. Господи, слава Тебе за этот день воскресенье, напоминающий о Твоей победе, хвала Тебе наш Бог Егова, ам во Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя, слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения, Благодарю за день, когда дал страх пред Тобой, веру в Тебя и ожидание суда Божия, аллилуйя, когда коснулся сердца Духом Святым и позволил поверить в Твою жертву и любовь, благодарю за Святую Библию, которую Ты вручил мне, аллилуйя, да будет благословен тот день. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими, преблагословенная, покрой нас самофором любви Твоей, защити наследие Твое, аллилуйя, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Ты столько лет хранил душу мою, ангел, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и промени душу мою под страшным и непонятным мытарством, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего, аллилуйя, и он креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, Господи Божий наш, научи нас жить ей в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольными. И ни в чем не страшиться противников, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, аллилуйя, святителю Христову Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас, Никола чудотворец, моли Господа Бога, да даруй нам все необходимое для издания книг и благовестия, путешествия. И миротвори сердце Галины, Екатерина и Евгении, и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, воров и нечистой силы. Святые пророки, молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас с неготовыми. Но вышли навстречу Тебе с горящими святильниками веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в духе святом и с любовью. Аллилуйя! Святые ангелы, архангелы, фирмины, серафимы, всенебесная сила, молите Бога о нас, святые всехвальные апостолы, Петры, Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Климент Римский, Климент Анткирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеймон, сорок святых мучеников, Аллилуйя! Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златовус, Макарий, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания, молите Бога о нас, сохрани нас Господи в святой православной вере, не дай нам уклониться никакому заблуждению, ереси или сектанству. Благослови Патриарха Кирилла, всех епископов и священств и правителей в этой стране и по всему миру, продли еще мирное время, да многие познают Тебя, как единого вечного Бога, Аллилуйя, и вышли миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Молите Бога о нас, святые жены и девы, хвала Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, Господи, даруем послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. Господи, дай страх непокоряющимся мужьям Галины, Екатерине, Евгении, Надежде, Надежде, Светлану, Марии, Раисе, Юлию, Марину. Господи, спаси всех Тебе, Боже, хвала, слава в веки веков, аминь. И прими нашу молитву, воздияния рук, как жертву вечернего благоухания, приятного перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услышь и прими молитву, и исполни всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву, а всех западавших нам молиться о них. Спаси и сохрани. Говори, Господи, Владыка, слушай и тераптуй. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя.